Привет всем, это Уильям Амзелак. Я приглашаю вас во второй эпизод Джанесс Лонджевити Ти Ви. У меня для вас отличные новости. Каждый день наша жизнь увеличивается на 6 часов. Да, на 6 часов больше. То есть больше на 25%. В течение последних 100 лет между 1900 и 2000 годами мы совершили прыжок от 45 лет средней продолжительности жизни к почти 85 годам. Почему? Потому что наше здоровье улучшилось. Но что означает иметь улучшенное здоровье? Это слово «здоровье» настолько важно для нас, что нам просто необходимо понимать суть его значения. Здоровье всегда было одним из главных вопросов для всего общества. Древние греки верили, что здоровье — это результат идеального физического баланса. Для индейцев здоровье означало быть в гармонии с природой. В древнем Китае считали, что здоровье — это отражение жизненной энергии, энергии Ци. Запад в основном фокусируется на болезнях и их лечении. И при помощи концепции, основанной на науке и экспериментах, были спасены миллионы жизней, и средняя продолжительность жизни резко возросла. Этот впечатляющий рост вывел общество на новый уровень мышления, который основан не на лечении болезней или спасении жизни, а на качестве самой жизни. Для большинства людей здоровье означает «не болеть». «Я не болен?» «Значит, я здоров». Это неправильно. Все хронические заболевания проявляются лишь через несколько лет. Все это в наших генах, потенциальном лишнем весе, в наших привычках питания, в нашем физическом, психическом и эмоциональном состоянии, которые оказывают позитивное или негативное влияние на наше здоровье. Но этого еще недостаточно для определения здоровья. Ученым необходим еще один критерий. Как определить количество здоровья? Как найти специальный критерий, который позволит нам сказать «я здоров»? Или «у меня очень хорошее здоровье?» Или «у меня идеальное здоровье?» Чтобы измерить уровень здоровья, ученые подошли к проблеме с другой стороны. Они изучили, как наше тело должно реагировать, когда оно подвергается изменениям или стрессу. Они попытались понять, с какой скоростью тело приходит в норму после стресса или болезни. Они назвали эту способность организма «гомеостаз». «Гомеостаз» определяется как способность нашего организма поддерживать состояние стабильности, несмотря на постоянные изменения окружающей среды. Это научное определение. Чтобы понять это фундаментальное понятие, давайте немного пофантазируем. Представьте, что мы все родились на стальном канате, натянутом между двумя высотными зданиями. Наши родители и их родители были акробатами, которые постоянно, 24 часа в сутки, находятся на этом канате. Чтобы не упасть, они должны поддерживать динамическое равновесие, которое включает в себя не только работу сотен мышц в их теле, но также и все функции пяти органов чувств. Их мозг принимает стратегические решения, и их эмоции должны быть под контролем, иначе им угрожает опасность. И это постоянно. 24 часа в сутки, без перерыва. Это и есть гомеостаз. Жизнь — это вечная борьба между двумя противоположными, но дополняющими друг друга силами. С одной стороны, у нас есть силы активности, которые способствуют биохимическим реакциям и стимулируют расход энергии. А с другой стороны, у нас есть силы сна, которые замедляют все биохимические реакции и расход энергии. Их целью является достижение чередования между отдыхом и активностью. Гомеостаз — это адекватная реакция на постоянные изменения, а постоянные изменения являются основой жизни. Наш организм сталкивается с тысячами изменений в секунду и быстро достигает баланса. Потеря этой способности адаптироваться приведет к болезням и старению. Итак, какое же определение мы можем дать здоровью? Сегодня здоровье определяется как способность нашего организма адаптироваться к постоянным изменениям. Эта адаптивность достигается через комплексную, но последовательную организованную систему, которая приводит к динамическому, но постоянно подвергающемуся изменениям равновесию. Прогрессивное снижение этого тонкого баланса приведет к замедлению работы нашего организма и, как следствие, к появлению болезней и старению. Дженесс понимает, насколько важен гомеостаз и направляет действия каждого продукта на поддержание способности восстановления баланса. К примеру, резерв помогает ДНК восстановить баланс при ее повреждении. Финити способствует восстановлению длины теломеров в противовес их укорачиванию. Это и есть поколение молодых от Дженесс. Меня зовут Уильям Амзелак, и я поколение молодых. Спасибо и до скорой встречи в нашем следующем эпизоде. Редактор субтитров А.Семкин